Она одна из первопроходцев. Рахима Апа в посёлке живёт с момента основания 1962 года. Тогда с мужем они и нашли этот источник. Родник не только снабжает водой округу, для них и памятное место. Изменения, которые здесь произошли, заметила сразу. Вроде приводили в порядок. Смотрю, камни разобрали. Кому, зачем это надо было. Боимся потерять достопримечательность. В начале ноября обращались к нам в редакцию жители посёлка. Их возмутили масштабные строительные работы. Они ведутся во благо, успокоили тогда в администрации. Благом сочли решение поставки питьевой воды. Сколько лет стараемся хотя бы не поднять тариф на холодную воду. Поэтому мы обратились в руководство республики за финансовой помощью. Руководство пошло нам на встречу, выделено на основании распределения комитетминистра. 6 миллионов 652 тысячи рублей. Это и направительная работа, и строительная монтажная работа. Воду Джалиль поставляет челны водоканал, расположенные в 100 километрах от посёлка. Отсюда и самая высокая стоимость в республике – 50 рублей за кубометр. Хотя бы удалось закрыть нам одну четвёртую часть потребляемой воды в сутки. И мы вот начали строить водопроводную трассу до посёлка Джалиль. Это в пределах одного километра. Цена скважины – разрушение рытника, о чём идут ярые споры в соцсетях. Полюбоваться этим чудом природы заезжал Сенкевич, главный ценитель природы. Как только рука поднялась уничтожать, это тоже как памятник, который нам оставили наши отцы и деды. Водопада уже давно нет. Текла маленькая струйка. Вместо трёх трупп и местного Ниагарского водопада осталась одна. Это можно увидеть и по фотографиям, которые выкладывают в соцсети. Джалиловцы недосчитались и двух беседок. Единственная ошибка администрации района и администрации посёлка – не в своевременном информировании населения о той или иной предстоящей работе, о проделанной работе. Вот это их единственная ошибка. И не было бы такого резонанса в соцсетях. Вода из ротника Трыж пригодна только для питья, отмечают жители. Без фильтров известь приведёт в негодность сантехнику. В администрации говорят, ротник – только частичное решение проблемы. Работа идёт и по другим направлениям. Поиск нового источника, бурение артезианской скважины и субсидирование затрат. Республика выделила 6 миллионов 530 рублей для того, чтобы провести освоение земель и посмотреть, есть ли вода. Нет, в артезианской скважинах была проведена исследовательская работа. И такие скважины есть, но не рядом с посёлком. Она находится на расстоянии более 20 километров. Из-за этого для того, чтобы освоить эти месторожения, получить проектную документацию, провести анализ и полностью построить коммуникации, то есть протянуть две ветки до посёлка Джалиль, необходима сумма около 600 миллионов рублей. Пока вопрос решается, ротник Трыж и уличные колонки остаются альтернативными источниками. На недавнем референдуме явка в Джалиле была 60%. Из них 70% проголосовали за благоустройство кладбища, обустройство детских площадок и ремонт колонок. Лисан Сабирова, Ильша Таюпов, Альберт Шефигулин, ТНВ, Сармановский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова